Ева Николашвили сейчас находится в столице Украины, в центре. Сегодня в Киеве также отмечают День Победы над нацизмом. Ева, тебе привет. Насколько я понимаю, за твоей спиной находится как раз обелиск с вечным огнем. Расскажи, как сегодня проходил этот день в контексте нашей реалии, нашей войны? Коллеги, каждый год на 9 мая приходит очень много людей, которые... Раньше это было и за Советский Союз, и Украина, Россия — это братские народы, и нужен мир, нужно не ссориться. Что касается сегодня, то людей, как вы видите, здесь не так уж и много, но они все равно приходят. Не так много они здесь стоят, потому что запрещены военного времени массовые мероприятия, и поэтому полиция просила, что если кто-то заходит сюда, то чтобы ложили цветы и сразу уходили. Потому что запрещено быть очень много людей здесь. Мы пообщались здесь с людьми, которые приходили возложить цветы, и вот есть разные люди. Есть и участница Второй мировой войны, которая говорит о том, что Путин хуже Гитлера, и Россия хуже сейчас. То, что они делают, не делала даже нацистская Германия. И вот она за Украину, она считает, что не должно быть Советского Союза. Она выросла здесь, в Украине, воевала на стороне Украины. И те нарративы, которые говорит Путин о том, что во Второй мировой войне не участвовали украинцы, точнее, они не помогли во Второй мировой войне украинцы. Вот она говорит о том, что она лично освобождала Киев, и было очень много именно украинцев. Но есть здесь и другие люди, которые говорят о том, что война с Россией – это временные неполадки. И после войны мы опять будем братскими народами, опять будет у нас мир. И говорят о том, что лучше плохой мир, чем хорошая война. И они считают, что сейчас нужно договариваться, а не воевать. Но есть и другие люди, которые считают о том, что Россия, с Россией мы должны дружить, независимо от того, что падают ракеты, независимо от того, что Россия напала. Они считают, что должны мириться две страны, и народы не должны воевать, они не хотят этой войны. И те же русские, которые мы видим, постоянно говорят, поддерживают войну, они считают, что народ российский, они не хотят войны и хотят мира. Также я хочу напомнить о том, что мэр Киева Виталий Кличко говорил, что могут быть провокации, они не ожидают обстрелов по Киеву, но 8-9 мая, 10-го нужно быть очень аккуратными. Поэтому если звучит сирена, я прошу людей спускаться в укрытие. И вот пока мы ехали сюда, уже была одна сирена, ее отменили около часа назад. Но я прошу людей, если вы слышите, обязательно спускайтесь в укрытие. Поэтому вот происходят такие действия, продолжают нести цветы. Если будет что-то случаться, будем вас обязательно сообщать. Коллеги. Ев, спасибо тебе. Мы-то, в принципе, и не против, наверное, с русскими дружить, но только через десятки лет после деноцификации русского народа. Поэтому я надеюсь, что слова тех ветеранов или тех людей, с которыми ты общалась, они станут пророческими, но только через годы признания и, конечно же, после нашей победы. Ева, тебе огромное спасибо. Держи нас в курсе, что происходит в Киеве.